Что нового в Центральной Азии? Всем привет, меня зовут Аскар, с вами WeProject, медиа о людях в Центральной Азии. Сегодня я расскажу вам про самые яркие и запоминающиеся новости, которые произошли в Центральной Азии в марте. Каспий совершил покупку 90% доли в проекте Magnum e-commerce Казахстан, остальных 10% остаются за самим Magnum. Итак, Астана вошла в топ 21 умных интеллектуальных городов по рейтингу Smart 21 Community of 2023 по следующим показателям. Обеспечение необходимой цифровой основы, объединение цифровых технологий с доступом, обучением и мотивацией внедрения цифровых технологий, создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в умный город и не только. Авиаперевозчик FlyNAS запустила пассажирские рейсы по маршруту Джида-Ташкент. Направление будет обслуживаться самолетами по типу Airbus 320 Neo. Первый авиарейс был совершен 27 марта. Юный узбекистанский гроссмейстер Надербек Абдусаторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год. Регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент-Пекин было запущено 26 марта. Обслуживают маршрут самолета Airbus 320 и 200. Пассажирские рейсы между столицами Узбекистана и Китая выполняются два раза в неделю по понедельникам и пятницам. 16-летний карагандинец Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT и аут-контендер в португальском Villoreal. В Лас-Вегасе, США на турнире UFC 285 сошлись представители полусредней весовой категории казахстанец Шавкат Рахмонов и американец Джефф Нил. В третьем раунде Шавкат вышел на удушающий прием и одержал 17-ю победу. Экран с изображением знаменитого казахстанского диджея МНБ Казиекенова появился на Times Square в рамках рекламной кампании нового трека совместно с Тревором Дэниелом «In the Morning». Мороджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 килограмм, завоевал на турнире большой шлем, золотую медаль для своей сборной. Рахат Кушкинбаев предстал на подиуме в Total Black Look'е и на каблуках. Рахат – первый казахстанец, который принял участие в показе Баленсиага. Ученики физико-математической школы города Астаны Арсен Калышбек и Владимир Борзенков разработали генератор и редактор сайтов, который способен разработать для клиента полноценный сервис, основанный на его запросах и текстовых сообщениях. В этом году впервые в истории на премии Nickelodeon Kids Choice Awards проводилась номинация «Любимый казахстанский инфлюенсер». Награда в ней досталась Амини Молгождар, которая создает жизнерадостный контент. Успехи в теннисе. Елена Рыбакина впервые обыграла свою оппонентку Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA «Индиана Уэлси». Казахстанская теннисистка стала седьмой ракеткой мира. Горнолыжный курорт Шамбулак официально установил мировой рекорд Гиннеса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире. Церемония вручения состоялась на станции Толгарский перевал на высоте 3200 метров над уровнем моря. 8 казахстанских вузов попали в предметный рейтинг лучших университетов мира. Казахстан продолжает уверенно наращивать свой потенциал в международном образовательном пространстве. А это были основные новости в Центральной Азии, которые произошли в марте. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. С вами был Оскар. До скорых встреч. Пока.